У нас полный зал людей. Ты уже снимаешь? Матхуй, привет! Матхуй, привет! Привет! Поехали, да? Идём. Сварится, нет? Так, мы попробуем на это досье. Попробуем. Вот. Есть. И это есть. Здрасте. Так, ну, собственно, первообразный. Эй, брат. Выберите ручку внизу. Внизу ручку. Выберите? Внизу, внизу. Вот первая, слева, да. Все, победа. О боже мой. Можно среднюю выбрать линию. Сверху слева можно меньше. Да. Ну, собственно, наука арифметика апатируется на свойствах остатков, отделения на простые числа. Это, я думаю, вы уже поняли, да? По жизни. Самое главное, да, что есть на свете, это остатки отделения на простые числа и все же с ними связано. Ну, вот давайте мы будем доказывать одну великую теорему. Ну, чтобы ее сформулировать, а давайте я сразу ее сформулирую. Она утверждает, что все ненулевые остатки отделения на простые числа, какое угодно. Вот берете любое простое число p, да? Вот. Тогда оно порождает, ну, ноль, я его не пишу, а также все ненулевые остатки, да? Так вот, теорема утверждает, что существует такой остаток a, да? Что 1, то есть a в нулевой, a в первый, a в квадрат, так далее, a в какой? А если точнее, что вот это вот равно вот этому по модулю p, то есть что есть остаток какой-то, да? Ну, не на его, естественно, будет. Который своими степенями перечисляет все. Ну, то есть, например, там, возьмем какой-нибудь простой год недавно случившийся, 2017 год. Последний простой год. Исторически последний, крайний. Следующий будет 2027, если бы не изменять память простым. Ну, вот 2017 год простой, да? Значит, соответственно, есть 2016 ненулевых остатков, а деление на 2007. И утверждает, что существует какой-то там остаток, да? Который возводится в разной степени и получается все эти остатки. В данном случае он оказывается равным 10, например. В данном случае оказывается, что один, десять, сто, тысяча, десять тысяч, да? И так далее 10, значит, в степени 2015. Вот эти 2016 чисел все дают различные остатки, предъявленные 2017. Все, все различные и все соответственно количествуются. Но, так сказать, для десятки это можно как-то там проверить. Опять же, как это быстро проверять и потом расскажу чуть позже, наверное, мы успеем. Но то, что это существует для любого P, это очень красивая и достаточно сложная теорема. Собственно, сегодня мы будем ее доказывать, если мы успеем, то двумя способами. Но, по крайней мере, одни, я думаю, что остальные. Так, ну давайте какой-нибудь пример приведем. Pp равно семи, например, что у меня получается. Остатки один, два, три, четыре, пять, шесть. Берем дворочку на угад, что у меня будет? Один, два, дальше четыре, да? Дальше что? Восемь. Ну, один. Восемь, то есть один. Печалька не работает, да? Значит, двойка, заходите, не является первообразным корнем по модулю семи, как говорят, да? Ну, а кто является? Ну, тройка, например, является. Один, три. Три в квадрате – это девять, то есть два, да? Три в кубе – это шесть. Я каждый раз до три просто умножаю и беру остатки. Восемнадцатый – это будет четыре. И, соответственно, пять, да? И пять и три – пятнадцать – это уже один. Ну, все, четыре, четыре. То есть три – это первообразный корень. Ну, давайте начнем это утверждение доказывать. Страница, да? Страница плюс, да. Папа! Ну и начнем с такого соображения, которое нам заодно подспудно позволит установить отдельный факт. Ну, вы, наверное, все его знаете или многие из вас. Малая теорема фирма. Поднимите руку, кто знает. Прекрасно. Вот мы ее еще раз узнаем по пути к этой нашей теореме. А вообще поднимите руку, кто знает доказательство, что первообразный корень существует. То есть кто здесь зря? Ну, ничего, вы углубите свое. Заходите. Вы углубите свое. Есть один стол вот такой, и один стол вот такой. Еще вот. 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 Ну, есть вот этот вот получше. Вот. Значит, смотрите. Будем сейчас рисовать какие диаграммы. Диаграммы по модулю. Вот, например, по модулю 7. Давайте возьмем 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? И будем диаграмму. Тут вот эта доска, она может дать другой цвет, да? Это вот симпатично. Для нас это будет удобно. Вот я домножаю на 2, да? Каждое число домножаю на 2 и смотрю, куда переходит. 3, 6, 4, 1, да? 5 переходит в 3, да? Да. Чем не переходит? Вот. О, уже переходит, да? Так. И, наконец, 6, 5, правда? У меня получилось два колечка маленьких таких. По три в каждом. Колечки имеют одинаковую длину. И оба представляют собой цикл. Если я возьму за основу тройку, то будет 1, 3, 2, 6, 3, 2, да? То есть 1 в 3, 3 в 2, 2 в 6. Дальше, соответственно, 4 у нас 4, 3, 5. 5, U, 3, 1. И, наконец, 6, U. Нет, что-то не туда попал. Правильно. Главное, что не мог туда попасть. И получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. А вот это один цикл 6. И мы каждый раз ищем один цикл 6. Давайте установим следующее свойство этой системы по любому модулю с любым A. Вот у меня по кругу такие нарисованы эти остаточки. 1, 2, 3, 4 и так далее, P-1. И вот у меня есть какая-то A. И я рисую вот эту диаграмму. Диаграмму, в которой 1 переходит в A, 2 переходит в 2A. Ну и так далее. То есть все куда-то там переходит как-то. Вот какое у нее фундаментальное свойство, которое верно по любому простому модулю с любым A. Именно и вот. Входи. Такое фундаментальное свойство вот этой диаграммы. То есть у меня получается, в принципе, что это такое? Ну это такой граф, да? В общем-то это граф. Причем как он называется? Ориентированный граф, да? То есть стрелочки. С каждой вершинки растет стрелка куда-то. Вот. Самое главное свойство, ну давайте я сам произнесу, хотя вы, наверное, уже поняли. Что вот так не может быть. Ну и вообще вот так не может быть. Не только с единицей, но и с чем угодно. Не может быть, что A несравнима с B по модулю P. Но A, C сравнима с AB по модулю P. Это ведь ровно то, что здесь нарисовано, правда? Берется два остатка, умножаем на A и они схлопываются в один и тот же остаток. Так, ну и кто может произнести, да? Почему это так? К чему это сводится? Потому что B минус C больше нет. B минус C не равно нулю, да? Да. Так. По модулю P. А тоже не равно нулю по модулю P. А тоже не равно нулю по модулю P. То есть у меня есть разница между AB и AC. А раскладывается вот такое произведение, да? И в нем ни один из множителей не делится на P. То есть это сводится к фундаментальному свойству простых чисел, что делимость на простые числа не рождается из ничего. Она должна родиться из одного из множителей. И это связано с основной теорией аритметики. И там это доказывается либо она через это доказывается, но, как правило, она доказывается через это утверждение. То есть в начале это утверждение устанавливается, что... Ну а как это утверждение устанавливается? Тоже, наверное... Ну давайте это чуть-чуть наполним. Не знаю, все ли прям помнят наизусть, да? То есть... Все, переключилось. А? Переключилось. Переключилось. Ага. Вот. То есть я хочу что сказать. На самом деле, что... Если я нулю, что было бы идеально? Если бы я нашел какой-то остаток, который нейтрализует А. То есть какой-нибудь остаток, который при умножении на А даст единицу, да? Тогда я сразу все докажу. Вот у меня было равенство нулю по модулю П. Но я умножил на какой-то остаток. И вот это вот произведение просто равно единице. Тогда я и получил, что В минус А равно нулю по модулю П. Значит, соответственно, все упирается в наличие обратного. Для остатка наличие обратного. Ну давайте это и докажем, что для любого остатка существует обратно. Что это значит? Что я ищу вот такой вот Х, что А умножить на Х равно единице по модулю П, да? А что это значит, что равно единице по модулю П? Значит, отличается на кратное П, правда? От единицы. Теперь уже все знают, что для взаимно... А, остаток по модулю П. П простое. Значит, все остатки до него будут взаимно просты с ним. Это диафантура. Для любых двух взаимно простых чисел существуют, домножающие на их целое, что получается идинице. Ну и в данном случае, так как П простой, то А не взаимно просто. Значит, существует такое решение. И значит, вот это вот Х как раз при домножении на, да, это единица, да? Ну и, по сути, это то же самое, что у меня система остатков образует поле, да? Поле. Что такое поле? Это где можно складывать, посчитать, умножать и делить систему остатков отделения на простое число. В ней можно выполнять все альгентические операции. Так, пока все понятно, да? Ну, для неискушенных, надо сказать, диафантового уравнения что-то более сложное, чем основной теоремой альфметики, из которой это как бы очевидно. Ну да, да. Но основной теоремой альфметики как раз из этого... Доказывается, что все в другую сторону, в другом порядке. Из этого выводится уже основной теоремой альфметики. Так, хорошо, значит, мы с этим разобрались. Мы поняли, что вот эта вот картинка, она будет выглядеть так, что в каждую вершину ведет ровно одна стрела. Это означает, что это взаимно-однозначное соответствие, да? Вот. Но если это взаимно-однозначное... Ну, я сейчас все не буду уже дорисовывать. Если это взаимно-однозначное соответствие, то понятно, что речь идет о чем? Давай. А это происходит вот если мы домножаем какое-то определенное а, да? То есть мы зафиксировали один какой-то остаток. И каждый другой умножили на этот один. И тогда у нас получается вот такая картинка. Но понятно ли, что если у меня есть граф, который реализует взаимно-однозначное соответствие, то есть реализует перестановку вот этих вот остатков, то он разбивается во что? В компонент связи. В циклы, да? В циклы. То есть получается, что я могу сделать? Я просто... Беру какую-нибудь точку, начнем, например, с единицы, да? Иду в А. Ну, пошел. Иду дальше куда-то, пошел в А квадрат. Ну, возможно, я вернулся в единицу. Тогда приехали вот у меня. То есть пробеги, да? Если я еще не пришел в единицу, дальше... Дальше у меня... Я не могу обратно в А вернуться, да? Потому что иначе в А будет торчать две стрелы. Значит, я куда-то еще, либо в единицу. Ну, то есть каждый раз я буду плодить новые остатки, да? По-моему, две П. Каждый раз. Повторов никогда не будет по этой самой причине, что у меня граф реализует взаимно-однозначное соответствие. Ни в какую точку не входит две. Ну, тогда чем это может закончиться? Либо единицы. Не либо, а просто единицы, да? Просто единицы. Заходим. То есть... Так как никуда в предыдущие моменты мы не попадаем, а всего конечное количество остатков, значит, наступит тот самый час, когда это зациклится и зациклится ровно, непременно через первые элементы. Ну и дальше можно будет нарисовать, как бы... Если это перечислены все остатки, то я нашел первообразный корень, правда? Вот он. Если не все, то давайте начнем еще с какого-нибудь остатка и снова. Какой-то Б перейдет в БА. В БА квадрат. А вот так может быть? Нет. Почему? Нет. Я имею в виду следующее, что вот здесь цикл получился 1 на 4. Не может. Не может. Почему? Потому что у нас увидит, что а в куб сравним с единицей. Правильно. Мы имеем тогда, что Б умножить на а в куб сравним с Б, а мы умеем сокращать. Как мы уже договорились, да? Поэтому отсутствие следующее, что а в куб сравним с единицей. Но это откровенным образом противоречит тому, что здесь у нас единица настала только на четвертом месте. Поэтому оно раньше не произойдет. Но, с другой стороны, через 4 произойдет обязательно, потому что ВА в четвертый, естественно, будет равно В раз А в четвертый, было равно единице, да? То есть, следующий взятый нами цикл... О, лавочка. Детчики-лавочки. Значит, следующий взятый нами цикл окажется той же длины, что и предыдущий, правда? Так. Хорошо. Одно из двух, друзья мои. Либо... Все, поехали. Ну, тогда у нас 8 остатков, а 9 это непростое число. Ну, в данном случае. Ну, короче, в общем случае, конечно, может быть, приехали. То есть, в общем случае, может оказаться, что А в степени P-1 пополам равно единице. У меня один цикл P-1 пополам длиной, и второй цикл тоже P-1 пополам длиной. Но, если это не так, то у нас есть еще зеленый цвет, да? И есть еще остаток, который не попал в эти. Тогда мы... Ну, уже совершенно очевидно, да, что следующий цикл тоже будет длины. Ну, в данном случае 4. Ну, и что мы в результате получаем? Что P-1 разбивается в целое число циклов длины L, где А в степени L, это уже я в общем виде говорю, да? При любом P все остатки от деления на P, не нулевые, их P-1, разбиваются в целое число, например, K циклов длины L, да? То есть их количество равно K умнож на L. Где L, это такое, что А в L сравнимы с единицей по модулю P, и вот эти все предыдущие, ну короче, вот эти все различные. А в степени L минус 1, все разные мод P. Так, согласны? Поднимите руку, кто понимает теперь, что Малая Теремия Ферма верна. Вот так. А в чем она заключается? Да, действительно, в чем. Малая Теремия Ферма говорит, что А в степени P минус 1 всегда равно единице. Вот такая вот теорема. Потому что А в L ты равно единице, да? А в минус 1 делится на L. Все. То есть, иными словами, давайте вот поймем, что происходит с любым остатком A. Любым, какой бы мы не взяли остаток по модулю простого числа. Что с ним происходит? С ним происходит следующая история. 1A, A квадрат, так далее, A в степени L минус 1. A в степени L совпадает с единицей. A в степени L плюс 1 совпадает с A. A в степени 2L минус 1 совпадает с A в степени L минус 1. A в степени 2L совпадает с A в степени L и с L. A в степени минус L тоже совпадет с единицей. Ну, короче, тут отрицательные степени тоже. Ну, понятно, просто 1 раздеть на A это тот, который при данное же не надо, это единицу. То есть, у меня, получается, все целые степени. Я могу как бы закрутить по такой вот окружности в разные стороны все целые степени от возведения, ну, все целые степени какого-то осадка. И, верно, следующее утверждение, да? Следующее утверждение. Я не хочу новый лист. А можно чуть-чуть куда-то это сдвинуть, вот капельку чуть-чуть вот сюда. Вот так вот. Сделайте сдвинуть, а не так не бывает. Сморювать. Не бывает. Ну ладно. Тогда, значит, утверждение, которое должно быть теперь совершенно очевидным, состоит в том, что А в степени М сравнимо с единицей по модулю П, тогда и только тогда, когда М делится на Н. в частности, в частности, А в степени П минус 1 сравнимо с единицей по модулю П. Значит, мало тем, Ферма уже доказана. Так, но мы хотим большего. Сейчас, вопрос. Да, да, да. Что такое L? Нет, тут-то понятно, что такое. Да, вот, что такое L? L – это самая маленькая положительная степень, в которой А дает единицу. И она, по очевидным причинам, всегда существует для любого остатка. Для единицы – это первая степень, для минус единицы, для П минус 1 – это вторая степень. Для остальных мы, в принципе, не знаем, какие-то там степени. То есть, для любого остатка существует степень, которая впервые дает единицу. Эта степень, внимание, называется по определению. Ой, только вот сюда, да, по определению. Ордр А по модулю П. Порядок. Порядок остатка. А по модулю П. Да, это группа, на самом деле, ну, это группа всех остатков по умножению, просто, всех ненулевых. Вот, ну, так как, может быть, я не исхожу из того, что все знают, что это группа. Но, да, после того, что это остатки, знают все. То есть, у меня есть такая, как бы, корректно определенная функция. Она называется порядок. Она имеет два аргумента. Нужно подставить простое число и какой-то остаток отделения на это простое число. Ну, ненулевое. И всегда будет некоторое целое положительное число в качестве ответа. Для единицы оно всегда будет равно единице. Для других остатков оно будет больше единицы. Вот, это порядок. У него такое свойство. У него такое свойство. Ну, это я уже возьму новый лист и напишу. Для любого... Сейчас, уже не нужно, наверное, желтый. Давайте черный. Для любого простого П. Ну, давайте нечетного. Ну, потому что для двойки черный. Там всего один ненулевой элемент единицы. И про него нечего говорить. Это неинтересно. Для любого простого нечетного П. И для любого ненулевого остатка А по модулю П. Это то, что мы вынесли изначально в отрезка нашей лекции, которая почему-то у нас время остановилась. Очень интересно встанавливать. Да, и время стоило. И видите, нечего. Вот тут вот есть маленькие часики. На самом деле, в доске. А, все, я понял. Отлично. Будем уходить из них. У нас еще час. Правильно? Да. Прекрасно. Дальше начинается трэш. Сейчас будут многочлены. До сих пор все понятно и просто. Теперь начинаются серьезные вещи. Теорема. Теорема. Пусть еф от х это многочлен с целыми коэффициентами. Ну, там, не знаю. А n, x, vn, плюс так далее, плюс а1x, плюс а0. Ну, и для определенности, конечно, a n не равно 0 по модулю p. Мы будем его рассматривать как многочлен с коэффициентами в остатках. То есть мы будем считать, что если a n делится на p, то оно просто равно 0. И что этого члена нет. Понятно. Да, то есть по вычеты. Вот. И вообще не будем различать многочлены, если они друг с другом получаются добавлением какого-то многочлена, у которого все коэффициенты делились на p. То есть мы такие просто не различаем. Мы сразу говорим о многочленах, у которых коэффициенты являются вычетными, являются остатками. Вот. Так вот. Ну, то, что я сейчас написал, я написал равно 0. Это означает, что d, то есть степень многочлена f равна n. Потому что я нашел старый коэффициент, который отличный от нуля. То есть у любого многочлена существует самый старший коэффициент, который отличный от нуля. И это его, как бы, при каком x венном он стоит, называется степень. То n, при x венной стоящей а n, да, называется степень многочлена. Так вот. Теорема. Тогда существует самое большое, то есть не более. n равно f различных, да, вычет от корней, вычет от, оставь, вычет от корней. Видите, различных. Ну, то есть я не буду различать, если они на p отличаются, конечно, если... Да, но что такое корень? Что же корень? Что сравнимо с нулем. Вот, правильно, f от а сравнимо с нулем по модулю p, то есть делится на p. То есть, итак, у меня как бы новый язык. У меня сейчас вся жизнь, вся наша жизнь, в ближайший час и последнее, там, сколько времени, проходит в некоторой системе чисел, которых конечное количество, их p. 0, 1, 2, так далее, p плюс 1. Они остатки, или иначе лучше сказать вычеты, потому что я не различаю единицу и p плюс 1. Вот, и мы рассматриваем многочлены с этими коэффициентами, и мы рассматриваем уравнение, когда мы многочлен, приравниваем нулю, но приравниваем опять. Мы приравниваем нулю, означает, что мы говорим, что делится на p. То есть если я равно 0, значит делится на p. То есть что мы ищем такие остатки, при которых значение многочлена делится на p. И, естественно, это не зависит от того, какой класс вычетов я взял. Если от одного делится, то от следующего тоже будет делиться, потому что разница, как бы, представьте себе, многочлен, все коэффициенты, которые делятся на p, поэтому при постановке любого целого числа, то, что будет получаться, будет тоже делиться на p. Вот. Ну, а теперь я спрашиваю, сколько разных корней у него может быть? Разных. То есть, чтобы вот именно разные вычеты были корнями. Не то, что я к а прибавил p и получил снова корень. Так не считается. А именно разные, которые не сравнимы с предыдущими. И вот оказывается, что вслед за теоремой, которую вы, наверное, прекрасно все знаете из обычных веществ и чисел, что у многочленов не больше корней, чем его степень, следует еще и такая теорема, которая тоже верна. Ну, как напомнить доказательства или бог с ним? Для вещественных? Нет, для обычных вот этих, в смысле для остатков. Пофигу, да? То же самое, просто все то же самое. А кто помнит доказательства, что это многочленная степень? Теорема в безу. То есть, это теорема в безу. Теорема в безу так же устроена, как здесь. Просто все нужно было делиться на p. И там будет ключевой момент. Ключевой момент будет такой. Все-таки ключевой момент я поясню. Вот я нашел один корень, и тогда x минус a выделяется как множитель внутри f от x, правильно? Опять же, все по модулю p так же работает, как просто в обычных числах. А теперь пусть у меня есть еще один корень b. Что тогда написано? f от b сравнимо по модулю p с b минус a, которое не равно нулю, не сравнимо с нулем по модулю p, умножить на g от b. И вот какой вывод мы из этого делаем? Что g от b. Да, то есть, если это был корень, то при произведении двух недеющихся на b мы не можем получить делимость. Значит, второй делился. То есть, у многочлена g был корень b. И тогда степень-то на единицу меньше, и мы продолжаем разложение. x минус b выделяем, ну и все. Дальше все то же самое. В обычном случае с каждым выделением одного линейного умножителя у нас степень уменьшается на единицу, вещество корней уменьшается на единицу. И поэтому либо в какой-то момент просто у вас нет многочленов, не имеющих корней. Ну здорово, такое бывает. Ну либо в какой-то момент мы получим, что у него прямо n корней, но потом уже будет, извините, константа а n выделена в прочном множителе, у которой, как у многочлена, корней, естественно. Понял, да, что я сказал? Константа рассматриваемая как многочлен не имеет корней, потому что при постановке любого вычета она дает себя самому на выходе. Многочлен имеющий одно и то же значение, а именно это констант. Так, отлично. Ну что ж, вооружившись такой теоремой, мы можем продолжать. А именно, давайте рассмотрим вот такую ситуацию, что P простое, нечетное. А, не нулевой, вычет, D, его степень. То есть просто рассмотрим, ну, как-то, рассмотрим производим такую ситуацию. Да, конечно, я как три линии написал, думаю, значит, уже не равно. А на самом деле равно. Итак, рассматривается в производной ситуации, что обнаружился какой-то остаток какого-то порядка P, D, какого-то порядка D, ну и, что мы знаем, что D делит P-1, правда? D делит P-1. Но это все в скобках, потому что в данную секунду я этим пользоваться не буду. Я сейчас сделаю утверждение. Товальше. Ну, потом я про это вспомню. Но пока я сделаю утверждение. Тогда. Тогда. Многочлен x в степени D минус 1 имеет ровно D корней и вот они. Только почему минус 1? Как стирают? Вот так, да? Нет. Ластик, перейдите внизу. Ластик, перейдите внизу. Ластик, перейдите внизу. Ластик, вы старает. Можно еще пальцем так же делать. Подожди. Можно еще пальцем так же делать. Потом назад. А зачем я стерся? Все правильно. А какие корни? Перечислите мне. 1. 1. А. А квадрат. Молодцы. 1. А. А квадрат. Так далее. А в степени D минус 1. Кто скажет, что их не D? Это же порядок, да? А. Раз порядок, значит, они все по определению разные. Почему они все корни, спросите вы меня? А почему действительно они все корни? Давайте проверим. А в степени K в степени D минус 1 равно А в степени D в степени K минус 1. Не поспорите, нет, с этим нет? Нет. Ну, теперь уже все очевидно, да? Потому что А в степени D это же единица, поэтому это 1 в степени K минус 1. Ну, это, извините, ноль. То есть это вообще ноль. Ну, да, вот это. Вот это сравниваем. А, ну, это просто ноль. Так. Давайте попробую ластиком стереть. Это какашка зеленая. Отлично. Вот. А почему нет других корней? Вот. Почему? Кто скажет? Корней не более, да? Правильно, корней не более, да? Других нет. То есть все корни любого многочлена вида X степени D минус 1, где D это порядок какого-то остатка от деления на P, любой такой многочлен имеет корнями только степени этого А. И никаких других корней не имеет. Потому что этих степеней уже D, а у него степень D. То есть X степени D минус 1 раскладывается. Давайте я прямо напишу в явной форме. То есть X D это минус 1 равно X минус 1 на X минус A на X минус A квадрат и так далее. И на X минус A в D минус первой степени. Это равенство по модулю P. То есть это, если вы переведете это все к многочлену справа, у него будут коэффициенты отличаться от этого кратными на P. То есть будет X D минус 1, а посередине будет все делиться на P. Так, в частности, смотрите, в частности никаких других элементов порядка D не будет. Ни одного. Порядка D элементы могут быть только из этого списка. Потому что любой элемент порядка D должен быть решением этого уравнения. А у него больше нет корней. Поэтому все элементы порядка D могут быть только здесь. А теперь вопрос на понимание. Сколько здесь элементов порядка D? D штуков? Нет. Это порядков 10. Один имеет порядок не D все-таки, да? Один имеет порядок 1. Сколько остатков по модулю P имеет порядок равный D? Равный, а не делящий D. Д, а не делящий D, а не делящий D. Все остатки, которые нельзя просто сделать. Вот так, 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 так. Все. Точная формулировка. Нужна точная формулировка. И точный ответ. Я думаю, публика делится на два слота. Один, все очевидно и понятно. Тем, кто вообще, насколько очевидно, что даже не хочется произносить. Вот, а другим просто не особо понятно. И все-таки произнесите, кому очевидно. Поднимите руку, кому очевидно. Ладно. Динственные части, да. Даже не пустые. Произносите. Нет, не D. D имеет порядки делящий D. Дело в том, что, если я взял, например, вот, предположим, у этого А был порядок 12, да? Какой тогда порядок у А в кубе? Что капитан очевидность скажет на эту тему? Четыре! Потому что один А в кубе, А в шестой, А в девятой, а дальше А в двенадцатой. Предыдущие все по предыдущему. А, среди этих? Да, среди этих, да. Это количество чисел, которые мы взаимопросто сделали. Число или... А, верно. Оба правы, да. Ответ. Фи от D. Остатков. Порядка D. Фи от D. Это количество взаимно простых с D чисел от единицы до D. А давайте докажем это. Ну, сейчас, ну, может быть, не все исключены в теории числа, насколько что знают, что такое Фи от D, поэтому надо было определить, что это. Да, теорема. Да, давайте. Вот это теорема-ответ, сейчас мы ее докажем. Так, поехали. Так, поехали. Страница новая. Отступление. Отступление. Кейлеру. Отступление кейлеру. Для любого N больше в единице. Фи от N это число, не число, а количество, а количество чисел среди 1, 2 и так далее N взаимно простых с N. Ну, Фи от единицы равно единице по определению, но это и так понятно. Единица, сама собора, в общем-то, взаимно проста, а больше никого от единицы до единицы нет. Ну, поэтому, в принципе, можно было. Вот, значит, количество взаимно простых. Ну, не знаю, пример какой-нибудь. Ну, например, если N простое, то это что? Фи минус 1, да? Если N равно 12, то Фи от N равно 4 Ом. Вот, молодец, да. Если Фи равно 20, то... Ой, если N равно 20. Считать надо, да? На самом деле есть такое свойство мультипликативность. Это Фи от 10 на Фи от 2? Да. Есть свойства, ну, не совсем так. Это Фи от 4 на Фи от 5. Потому что мультипликативность условная, она только пола. А для взаимно-простых. Да, для взаимно-простых. Ну, я сейчас, честно говоря, в эту степь пока углубляться не хочу, про поведение Фи. Но, в общем, так или иначе, можно просто глоб посчитать. А, намастик. Да, что будет 8 штук. 1, 3, 7, 9. 11, 13, 17, 19. Вы никогда не задумывались, почему все простые числа, кроме 5-ки, 2-ки, заканчиваются на 1, 3, 7 или 9. Ну, это сложно. Потому что они должны быть взаимно-простые с десяткой. Иначе я не играю, да? Вот. Не, надо бежать. Счастливо. Вот. Итак, для каждого n, ну, понятно, корректно определенное число. Теперь, почему это именно оно? То есть, смотрите. Пусть Орд Орд А по модулю П равно Д И пусть К Взаимно просто с Д Заходи. Тогда Значит, что я хочу доказать? Ну, я Тогда Орд, ну, во-первых, Орд А в степени К И, естественно, он меньше или равен Д Потому что А в К Т и в Д, как мы, ну, понимаем, да, уже равно Д Поэтому остаток, он может быть, только меньше Да, но В то же время В то же Время К М Плюс Д Н Равно Единице Для Некоторых М и Н Согласны? Не поспоришь, да? Диафантово уравнение основное, да? В то же время К М Плюс Д Равно Единице И Тогда А в катой В степени М Мне продолжать? Продолжать, да? Ну, давайте продолжим Равно А в степени К М Арнольд писал, что В французской школе На вопрос, сколько будет Два плюс три Все школьники хором отвечают Три плюс два Потому что Их не вычет сложение А вычет тому, что Оно перестановочное Сразу Это школа Бурбаки Так Из чего равно А в степени К в степени Равно равно А в степени КМ, да? Но КМ Это Один Минус ДН Правда? Правильно? А Тогда это А в степени Один Умножить на А в степени Минус ДН То есть А в степени Д в степени Минус Н Пока Вы со мной согласны? Что такое А в степени Д? А единица в степени Минус Н Все еще единица, да? Единица в любой степени Единица Значит этого нету Это просто А А в степени ДН И так То есть Если Нод К и Д Равен Единице То существует Такое М Что А в КТ и ВНТ равно А Правильно? Ну тогда Извиняйте Тогда Порядок А Меньше Или равен Порядка А в КТ Потому что Можно А в КТ и обозначить За Б И получится Что А равно Б в степени М У числа Б в степени Порядок Не превосходит Порядок числа Б Так Не грохнул Сейчас Не грохнул Нормально все Итак Смотрите Если Заходи Если значит К И Д Взаимно простые То А в КТ В некоторой степени Равно просто А Из-за вот этого уравнения Но тогда Порядок А в КТ Ну Порядок А в КТ Порядок А в КТ В этой степени Не больше чем Порядок А в КТ Естественно Да Но это как раз Порядок А То есть у меня получается Что вот так верно И вот так верно Вот так верно И вот так верно Вот так верно И вот так верно Это же Д То есть мы получили Что Д Также и не меньше Никак не больше В Орд А в КТ И не меньше И не больше А значит равен Все Отсюда Орд А в КТ равно D. Но это только часть дела, правда? Это та часть дела, что если я взял остаток взаимопростой с D, ой, число взаимопростой с D, то порядок будет равен D. А теперь другой вопрос. Пусть оно не взаимопростое. Почему он не равен? Пусть теперь K, D равно, ну, например, T. А в степени K в степени D, деленный на T. Это же целое число? Больше единицы. Так? Можно уже и не продолжать. Ну, давайте, тем не менее. Это то же самое, что А в степени D в степени K делить на T. Ну, какая, блин, разница, да? Это все равно D в степени K делить на T, правда? Но K тоже делится на T, поэтому это тоже правомерно записать. Тоже целое число. Ну, то есть единица в степени K делить на T. Это целое число, поэтому единицу можно в нее развести. Получится единица. Вот, то есть отсюда будет следовать, что орд A в K никак не больше, чем D делить на T, потому что D делить на T уже не так. Ну, и даже 9, ну, неважно, в общем. Давайте строго меньше даем. Все. У нас на самом деле почти все готово для доказательства первого способа того, что существует кровообазный корень. Чуть-чуть еще надо. Чуть еще. Чуть-чуть. О, привет, привет, привет! Собеседование. Я его пытался втащить, но он тяжелый. Вот. Так. Хорошо. Итого, смотрите, что мы в результате имеем. Вот у меня P. Простое число, да? Простое число. Вот у меня P-1. Сложное число. Уж не простое точно, да? Ну, если P нечетное простое... Ну, да. То... Нет. Конечно. Почему? Вот. А это 3. У меня P-3. Пусть 3. Не, нормально. А P-1 простое? Ой, да. Ну ладно. Короче, P-1 тоже есть. В принципе, 3 нам годится для доказательства. В общем, есть P и P-1. P-1 это то число, которое делится на все порядки всех элементов. Согласны? Из-за малотеремофирма или из-за того, что мы рисовали с диаграммами. У меня здесь вот... Вот это делители... Делители. P-1. Вот они. Давайте. L-1, L-2... L... R... R-9. Да? Так? Для каждого из них либо-либо. Либо существует остаток, у которого такой порядок, либо такого не существует. Вот с этим сложно поспорить, да? Да. Если не существует, тогда ноль элементов... Порядка? Вопрос. Да. Рассматриваем делители P-1. P-1, да. Все остатки по модуле P и нулевые должны иметь порядки делящие P-1. Так, перечислим все делители числа P-1. Перечислим? Перечислим. Для каждого из них зададим вопрос. Он реализуется как порядок какого-то элемента, какого-то остатка, или он не реализуется? Ну, если он не реализуется, то ответ элементарен. Тогда у нас ноль элементов порядка или один. А если реализуется, то... Сколько? Не ноль. Не ноль, а сколько? Смотрите, если он реализуется как порядок какого-то элемента... То есть существует элемент порядка L1. Правильно, мы же только это и доказали, да? Тогда их F от L1. Их либо 0, либо F от L1. У нас других вариантов нет. То есть мы перечисляем все делители числа P-1. Про каждую из них спрашиваем, а существуют ли вообще остатки с таким порядком? Или их не существует? Ну вот, например, вот это вот LR, это P-1. Про него тоже задаём такой вопрос, правда? Если не верна теорема о первообразном корне, то 0 элементов порядка P-1. А если верна, то сколько? Видите, как круто. Мы ещё не доказали теорему о первообразном корне. Мы уже знаем, что если мы её докажем, то он не один будет, а их будет F от P-1. Вот. Хорошо. А вот теперь я возьму и сложу вот эти числа, которые стоят вот здесь. Справа. F от L2. Вот возьму и сложу. F от L1. Плюс F от L2. Плюс тогда ли? Плюс F от L. F от L2. Плюс F от L2. Плюс F от L2. Плюс F от L2. Ну вот oder? Предположим, я доказал, что это равно p-1. Понятно ли, что всё? Поднимите руку, кому понятно? Давай тогда поясним немножко, потому что это ключевой момент. Если верное это равенство, то здесь нигде не может быть ноль. Ну, стоп, сумма, это же если есть на число. Ну, вот я, собственно, предполагаю это сейчас доказать. То есть, значит, давайте предположим, что вот это будет доказано, да? Что я докажу, что сумма φ от делителей какого-то числа, по всем его делителям, равна этому числу как раз, вот ровно самому. Тогда я всё докажу, потому что любой остаток имеет какой-то порядок, ну, именно из этого ряда, потому что я перечислил все делители, а любой порядок делит p-1. То есть, все остатки здесь живут, среди вот этих вот чисел. Все p-1 остатков живут. И поэтому, когда я просуммирую все числа нули или фишки, то у меня должно получиться p-1. А с другой стороны, я сейчас покажу, что когда я фишки все просуммировал, у меня p-1 получился. Значит, нулей быть не может, потому что любой ноль выбивает брешь из этого района, и уже p-1 у нас не получится. Получится меньше сторон. Ну, раз так, то, значит, все эти числа равны не нулю, а фи, вот. И в частности, фи от p-1 тоже, именно фи от p-1, а не ноль. А значит, существует, из этого следующего существует порядок p-1. То есть, существует первообразный корень. То есть, меня-то интересует, на самом деле, вот это число, вот здесь что происходит. Но для того, чтобы это установить, я просто пишу вот такую сумму. Она равна p-1, следственно, ни одно из чисел не может быть нулем. Они все равны фи. В частности, последнее тоже должно быть равно фи. А значит, существует элемент порядка p-1. А элемент порядка p-1 по определению является первообразным корнем. Есть контакт. Итак, наличие первообразного корня свелось к теореме Эйлера, как водится. 100 теорем существует имени Эйлера, наверное. Ровно 100. Теорема Эйлера. Больше, да? Я думаю, больше, если честно. Теорема Эйлера. Номер 57. Ну или 179, другой номер раз. Понятно. Ааа, патролил, а? Таааак. Вот это, если кто-то будет монтировать фильм, это надо в начало. Смотрим, да? 57 это номер кетчупа, а не серемы. 57 это количество элементов в двумерной проективной плоскости над полема 7 элементов. Это игра добыль. Смотря на количество карт еще. Да, настоящее. Там 55, ну да, там 50. Количество этих рисуночек. Больше кетчуп не еди. М? Кетчуп больше не еди. Кетчуп не еди. Тааак. Ну хорошо, ладно. Теорема Эйлера. Для любого N из N сумма фи от D по D делит N равна N. Теорема Эйлер что-то доказал? Теорем Эйлер. Теорем Эйлер. Да. Внезапно. Внезапно. Таак. Вы знаете, это доказательство, оно обладает таким свойством. Оно буквально в одну строчку и ни хрена не понятное. Просто вот это вот самое загадочное, самое удивительное доказательство, которое я знал. Формально его проверять, ну вот просто ты увидел и все понятно, да? Потом покидаешь вот эту вот комнату, где оно написано. Ничего не понятно. Как это? Потом опять написал и все понятно. Но опять ничего не понятно. Смотрите. Запишем. Дробит. Один разделить на N. Два разделить на N. Н разделить на N. Вы согласны, что их N? Мы просто подумали. Сократим их до упору. Ну то есть до несократимых. То есть до несократимых. Вот я всегда не понимал. Несократимый. Должен писаться вроде отдельно, но мы пишем слитно. И не разрастающая функция. Мы же пишем слитно, а по правилу не возрастающая должна быть раздельно. Нет. Почему? Ну это же причастие. У нас просто так есть. В общем, как-то вот меня всегда... Математически вот немножко другой. По правилам русского языка, вроде как не возрастающая, всегда пишется раздельно. А в математике это в этом месте написать. А возрастающая для причастия перешедших в прилагательные? Ну да. Не возрастающая, а убывающая. Да. Нет, ну все же просто таки. Не догоняющий меня там, какой-то спортсмен. А возрастающая это другой природы слова. Не возрастающая, но как более прилагательная, потому что оно просто постоянно может возрастать. Возрастающая не про то, что он возрастает, а с какой-то момент времени на протяжении действия. Это же математикой обратно. Ладно, да. Ну в общем, вы поняли. Сократим, да не сократим их. Что-то дальше все понятно, да? Да. Ну что, сократим. Ну вот, давайте теперь смотреть, какие знаменатели бывают. Что может быть знаменателем? Н. Делители, да? А все или не все? Все. Все. Потому что любой делитель встречается хотя бы, ну вот, допустим, у меня n равно n равно kl. Ну тогда, ну, например, k делить на n равно 1 делить на e. Или вот вам, пожалуйста, вот этот делитель и встретился. То есть любой делитель очевидным образом встречается в этом ряду. А теперь вопрос, а сколько? Вот у меня есть делитель какой-то. Делитель D. Сколько вот таких? Фиаде. Фиаде. Блин, фиаде, да? Ну, очевидно же, что фиаде. А что? Ну, все дроби, у которых мы же не сократили. Ну это сократили, да не сократимо. А их будет фиаде, потому что это ровно сколько будет не сократимо, ровно меньше глян. Все, тюрем доказано. Только ни хрена не понятно. Мы пока не поймали в эту комнату. Тюрем доказано, согласны? Все. Вот оно. Для любого делителя ровно фиаде, очевидно, будет здесь дробей. Любой делитель встречается в знаменателе. Значит, сумма фиаде по всем делителям это ровно столько, сколько здесь дробей. Но никто не будет спорить, что здесь n дробей. Все. Тюрем доказано. Первообразный корень существует. Вот так вот. Что, круто? Понятно, но ни хрена не понятно. Это обычное состояние. После того, что мы их до несократимых не сократили. Да. Сократили до несократимых, да? Все сократили. У меня остались все равно, я на различных дробей. Правда ли? Хорошо. Что у них в знаменателях? Ответ. Делители. Числа n. Вопрос. Все или не все? Ответ. Очевидно, все, потому что любой делитель хотя бы вот в таком виде представляется. Хорошо, тогда возьмем любой делитель и посмотрим сколько дробей, у которых d в знаменателе. Столько, сколько в числителе различных чисел меньших d, взаимно простых d. Чистый сахар. Чистый сахар. Д, d. Ну то есть это совершенно невероятно. Я говорю, я это доказательство не могу понять. Я его могу воспроизвести как обезьяна или как попугай много раз. Ну не понимаю я его. Вот все верно, все, конечно, верно. Понятно. Понятно, да? Ну я завидую, я завидую. Вот я вот произнес, но мне все равно, мне каждый раз это непонятно. Я не понимаю, как может быть так просто выглядеть очень неочевидное утверждение. Либо оно в какой-то другой планете, в какой-то там очевидно, да, и мы здесь вот пытаемся нащупать. В общем, вот так, все, все, ничего больше. Ну вот, да, кто его понимает, возьмите задачу объяснить сегодня маме и папе. Доказать серию мейлера маме или папе, сформулировать и доказать. И вот я ручаюсь, что не все справятся с этой задачей. То есть будет забыт прием. А может и нет, может я недооцениваю вас тут все гении, тогда все справятся. Так, ну что, первым способом мы все доказали, правда? Аккуратно все это вели, 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 вели. Теперь более сложный, но может быть немножко более такой приятный, что ли, способ. Длинная такая, длинная дорога, дорога через тернии к звездам. Так. А это была короткая дорога. Да, это была короткая доказательность, самая короткая, которую я знаю. Что, не успеем? Да нет, успеем, у нас все готово. Вот смотрите, что такое P-1? Это Q-1 в степени альфа-1 умножить на Q-2 в степени альфа-2. И на Q-R в степени альфа-R. Уже хорошо, да? Каноническое разложение на множители. Существует? Существует. Единственное? Единственное. Так. Значит, для любого остатка, а, по модулю P-N, орд А равен Q-1 в степени бета-1, Q-2 в степени бета-2, так далее и Q-R в степени бета-R. Согласны? Где? Где что? Где все беитые, бежитые, что? Не превосходит. Не превосходит альфа-2. Это стандартный прием, да? Любой делитель любого числа раскладывается тем же самым образом на множители. Ну, тем же самым, ну, с точностью до того, что все степени должны быть не больше, чем те, которые были. Хорошо. Утверждение. Утверждение. Существует такой А-1 по модулю P, что орд А-1 равно Q-1 в степени альфа-1 умножить на таразин. А-2 ку-2 в степени бета-2, Q-R в степени бета-R. Сейчас первое альфа-1. Да, остальные какие-то… А бета просто не заданы, да? Бета-1, да, какие угодно, но утверждается, что существует элемент, у которого разложение на множители здесь стоит максимально возможная степень Q-1, ровно та, которая у Q-1. Понятно ли утверждение само? Доказательство от противного. Доказательство от противного. Доказательство будет так прояснить. Пусть нет. Пусть для любого B модулю P орда B равен Q1 степени как бы это сказать? Гамма, да. 1 и так далее. Где гамма 1 строго меньше, чем альфа 1. Так? Ну вот так, да, выглядит утверждение, что все входящие, тут вот эти вот, я не знаю какие, но все степени при первом простом строго меньше. Да, но тогда когда орд B является делителем числа Q1 в степени альфа 1 минус 1 умножить на Q2 в степени альфа 2 так далее А и Qr в степени альфа 1. Понятно, да? Все порядки всех элементов делят P минус 1 делить на Q1. альфа 1 это число. То есть и так, если не существует среди порядков вхождения Q1 в максимально возможной степени, если не существует, то тогда все порядки всех элементов делят Q1 в степени альфа 1 минус 1 умножить на все остальное. То есть P минус 1 делить на Q1. Согласны? Согласны, да? Почему это плохо? А потому что отсюда для любого B по модулю P B в степени P минус 1 делить на Q1 равно чему? Единице. Единице по модулю P, потому что B в какой-то степени равно единице тогда и только тогда, когда степень делится на порядок. То есть многочлен x в степени P минус 1 делить на Q1 минус 1 у меня продолжать? Имеет P минус 1 корней все остатки. А так не бывает. Потому что многочлен имеет количество корней не превосходящей своей степени. сейчас еще раз. Еще раз, да. Это вот такой токурный момент. Последнее. Получается, что какой бы остаток я ни взял, его порядок всегда не альфа, а в меньше. Значит, все порядки делят вот это величина. Но тогда любое число вот в этой степени уже равно единице. Тогда любое число предваряет вот такому уравнению, вот такому многочлену. А этот многочлен меньше имеет степень чем P минус 1. Он имеет степень чем P минус 1 и у него слишком много корней. P минус 1 все. Вот его дети. Да, 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 да. Так. Отлично. Итого. Продолжаем работать в условиях когда P минус 1 равно Q1 в степени альфа 1 Q2 в степени альфа 2 Qr в степени альфа r. Да, да, да. Вопрос есть. Альфа 1 было равно единице. Значит, я утверждаю, что существует хотя бы один, у которого Q1 вообще не входит. И действительно так и есть. Так. Итак. Ну, я могу то же самое для Q2 естественно сделать для Q3. То есть, смотрите, бывают элементы каких порядков. Ну, сейчас я в начале сделаю немножко другое, а потом уже вернусь. Пока запомним, да, что есть элемент порядка Q1 в степени альфа 1 умножить на что-то. Есть элемент порядка Q2 в степени альфа 2 умножить на что-то и так далее. Теперь утверждение. Пусть А1 это именно такой, да, пусть Орд А1 как раз равно Q1 в степени альфа 1 умножить на вот W. Это все остальные. Тогда Орд А1 в степени W равно продолжайте. Итак, пусть А1 это тот самый элемент, который имеет порядок Q1 в степени прямо альфа 1 максимально возможное умножить на что-то. Тогда я возведу его в степень что-то. И какой порядок будет? Q1 в альфа 1. Ровно. Равен Q1 в степени альфа 1 в точности. И потому что мы знаем уже этот эффект, что если мы взяли А в какую-то степень делящую порядок А, то порядок сокращается ровно в такое количество раз. Мы просто по циклу бегаем через 3, через 5. Итого также для этого, для этого, для этого. То есть существуют числа, остатки какие-то С1 С2 и так далее. С и Р порядков Q1 в степени альфа 1 Q2 в степени альфа 2 и так далее. QR в степени альфа 1. последний удар состоит в том, что первообразным корнем будет их произведение. То есть этот метод дает вам вот прямо вот первообразный корень 2. Значит, тогда С1 имеет порядок F что мне нужно, чтобы это доказать? Что при произведении остатков их порядки перемножаются, но, к сожалению, не всегда. Осталась только одна малюсенькая лема, маленькая лема, верная в любой абелевую группу. Маленькая такая лема, да, наверное, в любой абелевую группу. Ну, на абелевую группу можно положить с прибором. У нас остатки, да, по модулю P, значит, соответственно, теорема, да, лема, лема. Если орд А, орд Б наибольшие общие действия равен днице, если они взаимно простые, то орд АВ равен орд А умножить на орд Б. Вот так. Сейчас будем доказывать. Это же китайский стерем в остатках почти, что ли? там, так, хрен я знает, я сейчас, действительно, да. Если сложение, умножение заместить на сложение? Ну, да, да, на самом деле, да, примерно. Ну, давай сейчас все-таки строго докажем, раз уж. У нас есть время. Чем строже, чем будет. Ну, все, к этому свели, у нас есть еще 10 минут спокойно. Три. Так, и так, доказательства Лемы, эй, а, я не знаю, что. Доказательства Лемы. Ну, и как бы, из этого второго нашего доказательства, на самом деле, будет следовать хороший способ проверять остатки на то, что они являются первообразными корнями. То есть, она глубокая, она для понимания вот этой вот ситуации вся, то есть, отыскиваешь порядок, равный каждой отдельной простою в максимальной степени при разложении по минус 1. И дальше их перемножаешь, у нас получается то, что надо. Итак, вот если честно, я часто ошибаюсь, когда начинаю доказывать это, сейчас вместе будем доказывать. Так, пусть орда А равно Т, орда В равно С, нод ТС равен 1. Так, так, пишем 1, запятая АВ, запятая АВ в квадрате, ну, а сами левую группу, поэтому, ну, в смысле, у нас перестановочно все там и так далее, А в степени в степени еще придумать В, да, В в степени В и так далее. Ну, прежде всего, А в степени ТС, В в степени ТС, наверное, понятно, что равно 1, да? То есть, как бы сказать, сверху мы все очевидны, но если мы возведем степень произведения, А в степени ТС это А в степени Т в степени С, А В в степени ТС это В в степени С в степени Т, правда? Глоба равна 1. Цикл Т раз по С объединичивает А. Нет, АС раз по Т объединичивает А. То есть, А умножить на В в степени ТС очевидно равно 1. Поэтому порядок является делителем числа ТС, порядок не больше, чем ТС. А теперь предположим, что на самом деле все раньше. вообще, напишем пусть А в степени В на В в степени В равно единице по модулю В. В в степени В. Так. Так. Значит, что тогда? Тогда А в степени В равно В в степени минус В. Обозначим этот элемент за С. Так? То есть, вот этот общий для них элемент за С. Так. Значит, что тогда? Тогда С вот С в степени Т. Чему равно С в степени Т? Да, это А в степени В в степени Т. То есть, А в степени Т в степени В. То есть, единица в степени В, то есть, единица. Да? Так. А чему равно С в степени С? Единица. Да, потому что это В в степени минус В в степени С равно В в степени С в степени минус В равно, опять же, единица. А! То есть, С в степени Т сравнимо с 1 по модулю П и С в степени С сравнимо с 1 по модулю П. Согласны? Да. Но но это означает, что Т сейчас 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 а, орд орд С делит Т. Правильно? То есть, раз С в степени Т равен 1 значит, порядок С делит Т. Но одновременно орд С делит что? С. И что тогда? Мы знаем, что Т равно Т. Да, орд делит оба, значит, орд С равен 1. но извините, но извините, но элемент порядка 11 существует только 1, это 1. Это еще не все, но это близко. Это еще не все, но это близко. Что мы в результате доказали? Что мы доказали? Что в ситуации вот в этой А в степени В равно 1 и В в степени В тоже равно 1. Согласны? Сейчас сравним или? Сравним. Тут везде сравним. То есть, смотрите, если какая-то степень произведения двух остатков равна 1, то на самом деле 1 уже равно и А в степени В, и А в степени и В в степени В. Так? Да, и это действительно практически все. То есть, отсюда А в степени В равно 1 по модулю В, и В в степени В равно 1 по модулю В. Но тогда В делится на орд А, то есть на Т, да, и В делится на С. И опять взаимная простота. Число, делящееся на два взаимопростых, делится на их произведения. Школьная альтметика. НОК равен произведению делить на НОТ. НОТ равен 1, значит НОК равен произведению. Мы получили число, которое делится на ОБА, значит оно делится на НОК, значит оно делится на СТ. Ну и все, из этого следует, что АБ в степени В равно 1 по модулю П, тогда и только тогда, когда В делится на СТ. Что это как не утверждение о том, что орд АБ равен СТ. Все. Готово. Красиво, да? То есть мы заодно прошли через очень важное утверждение, которое в любой АБ группе будет верно. Как только вы пройдете в АБ группу, вы сразу же сможете его доказать. Если есть два элемента порядка взаимопростых друг с другом, то их композиция всегда имеет порядок произведения этих двух. Ну а у нас для остатков. Если два остатка порядка там 7 и 13, то их произведения порядка обязательно 91, никак не раньше. Что-то довольно интересно, да? То есть это как бы ну неожиданное утверждение, что вот эти все 91 остатки, все эти в степени они все будут различными. Так, ну и что у нас осталось? У нас осталось 5 минут на то, чтобы записать теорему критерий, критерий первообразного корня. критерий первообразный корень мод П тогда и только тогда, когда А в степени П минус 1 делить на Куи несравнимо с единицей по модулю П при всех и от единицы до Е. Напоминаю, что это имеется в виду каноническое разложение. Куа 1 с степени Альфа 1, тогда ли Куа 1 с степени Альфа 1. Вот оно. Сейчас, я пытаюсь понять, в какую сторону это, ну в одну сторону это очевидно, да, если А первообразный корень, тогда они все не равны единице. Теперь мне нужно доказать, что если А, а, это можно доказывать, если А не первообразный корень, то его порядок строго меньше П минус 1. А тогда он, соответственно, имеет Ку, какой-то Ку в какой-то степени меньше Альфа. И тогда 9, соответственно, П минус 1 делить на Ку. То есть, если, ну, если А первообразный корень, то это очевидно, да, раньше, чем через П минус 1, у нас единицы не наступят. Если А не первообразный корень, тогда Орд, Орд равен, там, ну где-то стоит какой-то Ку, там, третья, например, в степени Альфа 3 минус 2, ну не знаю. Ну, короче, где-то будет спуск, да, с Альфа вниз. Но вот ровно в этот момент Торд поделит П минус 1 делить на Ку 3. Потому что Альфа минус 1 будет за это. То есть, получается такая замечательная проверка. Чтобы проверить, что 10, например, является первообразным корнем по модулю, вот 10, да, первообразный корень по модулю 2017. Не так уж много надо. Надо 2016 раскидать произведение простых. 2 в пятый, да? На 3 квадрат на 7, правильно? Не бойтесь, я не так быстро считаю, это я вспоминаю. Я 7 лет назад раскладывал на множество. Вроде так. Значит, соответственно, проверять надо, что 10 в степени 1008 не равно 1 по модулю 2017. Сущие пустяки, правда? Как где-то где-то. 10 в степени 2016 делить на 3 672, да? Не равно 1 по модулю 2017. И 10 в степени 2016 делить на 7. Что там будет? 2. Сколько это? 61 на 7. Весь от 31? 8, 8, 56. Весь 80. Ой. Ну вот как бы на самом деле это за логарифм числа делается, знаете, да? Что там? Квадрат, квадрат, квадрат. То есть это все на компе тоже нельзя проверить, но на калькуляторе тоже. Да и я, честно говоря, в свое время умел. Не совсем умел. Я на лыжах ехал и проверял. Моркелов на мне проверяет иногда олимпиадные задачи, которые он для математической олимпиады московской или для сервиса готовит. И он у меня там одну из задачи с ребьюнитами там была связана. В общем, она сводилась к тому, что 10 не является первообразным, является первообразным корнем. И почему-то он считал, что это очевидно. Почему он считал, что это очевидно? Сейчас скажу. Дело в том, что вот это дальше взаимно однозначно соответствует утверждению, что не существует корня степени qi из а по модулю p. то есть смотрите, утверждение, что утверждение, что какое-то число степени p-1 делить на qi не равно 1, эквивалент потому, что из него не извлекается корень q-той степени. Нет, это не очень просто, это нужно отдельно тоже доказывать. расплатывается уравнение, пишется p-1 равно k умножить на r рассматриваются все к-той степени, все к-той степени вообще, и все к-той степени удаляют уравнению x-1 равно нулю, то есть их может быть не больше, чем r. Ну и дальше останавливается, что тогда их ровно, как бы, ровно склеиваются, ровно пока, ровно пока. В общем, там некоторая такая работа, сейчас уже не проделаем, ну и приводит к тому, что на самом деле извлечение опор недавно степени то же самое, что в дополняющую степень равно единице. И он считал, что типа очевидно, что корень из 10 не существует ни квадратный, ни кубический, ни седьмой степени по модулю 2017. Я говорю, с какого рожена тебе это очевидно? Он говорит, ну это же такое маленькое число, видно, что нет очевидности. Не, вот тут ты, парень, тормодишь. Но он как бы не мог представить себе, как сказать, ну что он с переклёстом. Ну короче, его переклинило в этом месте. Он считал, что это утверждение очевидно, совершенно не очевидно. Вот. Но там оно сводится к очень красивым делам. К логатичный закон взаимности, кубический закон взаимности и закон взаимности в темной степени. Но это уже отдельная история. Большая, да, очень сложная история. Ну вот, наверное, на этом всё. Сейчас я подумаю, не забыл ли я чего-нибудь важного очень? Чего-нибудь очень важного. А, хотел сказать, первообразный корень по модулю. Например, числа 257 позволяет построить цирковной линейкой правильные 257 угольники. И даже 65537 угольников. Вот так. И 17 угольников. Но про 17 угольник там все три на. Вообще, для любого такого числа, это число ферма простые, число 3 является первообразным корнем. И это тоже очевидно. На самом деле, не очень очевидно. Это связано с квадратичным законом взаимности Карла Филда Игорь Негода.